Светлый фасад, стильные надписи, герб города. Так, теперь встречает Череповец местных жителей и гостей города. Новое здание автовокзала после масштабной реконструкции распахнуло свои двери несколько дней назад. С этих платформ в путешествие отправились уже несколько тысяч человек. Череда праздничных мероприятий, посвященных 240-летию города Череповца, начинается с ворот города. Это открытие обновленного автовокзала. Это знаковое для города событие. Город преображается. В этом году автовокзал отмечают полувековой юбилей. В качестве подарка пассажиры получили уютный зал ожидания на 60 мест, информационное табло и комнату матери и ребенка. За полгода капитального ремонта подрядчики заменили все коммуникации. Большое-большое спасибо строителям, архитекторам, всех-всех, кто здесь работали на этом объекте и сделали для нас такой красивый, уютный вокзал. Мы 50 лет жили в том вокзале. В последнее время это было очень неуютно, некомфортное здание. Многие здесь присутствующие ветераны могут сказать, что мы очень долго этого ждали. Мы этого дождались. Особое внимание сотрудники автовокзала уделили безопасности пассажиров. Пройти на платформу теперь можно только по билету. За порядком следят полицейские и два десятка видеокамер. И это еще не все. Отделочные материалы самые современные. То, что касается внутренней отделки, появилась система кондиционирования, вентилирования. И зимой, и летом в этом здании будет комфортно как работникам, так и ожидающим своего рейса. Здесь появились новые цифровые камеры хранения. К концу этого года купить билет на автобус можно будет не только в кассе автовокзала, но и в инфомате. Сейчас разработчики готовят и новую программу, с помощью которой можно будет зарезервировать место в автобусе, не выходя из дома, через сеть интернет. Татьяна Жданова, Анатолий Холлин, новости.